Это «Воскресные вести», дальше у нас история российских художников-акционистов, которые уехали в Европу гениями, а стали изгоями, и покажем, как провести отпуск на Крайнем Юге, а именно в Антарктиде, где зима иногда теплее московского лета. На этой неделе мы разыскали в Европе людей, которые пять лет назад прославились на всю Россию своими протестными художественными акциями. Рисовали неприличные картинки на разводном мосту Петербурга, переворачивали машины ДПС. Это арт-группа «Война». Пройдя традиционный для тех, кто хочет считаться политиммигрантом, путь, штрафы, задержания, административные и уголовные дела, они приехали на Запад героями. Их обласкали, одарили, затаскали по пресс-конференциям, и вдруг беззаботная жизнь кончилась. Это совпало с тем периодом, когда семейная пара приветствовала воссоединение Крыма с Россией и поддержала Донбасс. И вчерашние гении, он по кличке Вор, она по кличке Коза, превратились в Европе в изгоев. Репортаж Александра Бузаладзе. Мы нашли их в самом криминальном цыганском районе Праги. Вор, Коза, их дети. Каспер, мама, троица. На минус первом этаже здесь плантация марихуаны. Он, Олег Воротников, она, Наталья Сокол, лидеры арт-группы «Война», потусневшие звезды российского акционизма. Их акции больше похожи на хулиганство. Перевернутые машины полиции, контуры фалоса на Литейном мосту перед зданием ФСБ в Питере, повешенные в гипермаркете геи, трудовые мигранты, атака на машину ФСО с мигалкой и публичное совокупление. За перевернутые автомобили полиции на родине их ждет наказание. В Европе же поначалу был им почет и уважение. Вы величайший художник современности. Я чувствую радство с вами. Я сам в Нью-Йорке и так далее. Что я могу для вас сделать? В трамвае, за который он и его семья никогда не платят за проезд, вор рассказывает про первые дни на чужбине. А потом уже в пражском парке Стромовка, в Королевских охотничьих угодьях, вор припоминал, как их встречали после побега из России. Тебе дают не просто там, я не знаю, таблетку аспирина и батон хлеба. Тебе вообще-то предоставляют медиа, тебе предоставляют площадки. В Вене мы жили, без привлечения, хочу сказать, в каких масштабах Евгении Васильевой. Мы жили в апартаментах, мы жили в пятикомнатной квартире, в центре. Позже была Венеция, Базель, Прага. Теперь денег нет на элементарное. Мама моет руки жидкостью для посуды. Кабачки, цукини, перец, сладкий лук. Все уже в кастрюле. Это the last meal. Знаешь, как в американских тюрьмах смертникам дают посреднюю еду? The last meal. Ты можешь заказать что угодно. Никто и не скрывает, продукты либо украдены, или бесплатная просрочка. Не могу говорить про городство. Есть страны в Европе, где это не представляет такой проблемы, как здесь, например, в Праге. Просто заходишь в магазин, берешь там продукты, все, что тебе нужно. Они и сами понимают, на такое дно опустились. Пять лет нелегальной жизни. Тюрьма, лагеря переселенцев, в которые они попадали без документов, поездки в полицейских автозаках с детьми, публичные задержания на улице. А тут еще и дочь мама угодила под трамвай. Чудом уцелела. Врачи обнаружили ушиб почки. Чехи говорят, платите деньги огромные за обследование, либо давайте покупать, делайте страховку. И вот пришел ответ из Австрии. Обещают бесплатно обследовать. Доброжелатели в интернете пожалели ребенка. Собираемся в ППХ. Ключ от калитки нет. Мама волнуется больше всех. Я ходил в Россию. Там много есть. Что ты говоришь, милая? Россию. А куда именно в Россию ты хочешь? Какой город? Москва. Ну там, в Москве, на самом деле, что... Там юзкие. Путь до Вены недолгий. 380 километров. Дети играют. Вопросы те, что слышат часто от полиции. А в Москве? А в Москве? И вор, и коза не скрывают разочарования в жизни. Мы обрели здесь такой опыт, который я бы никому не пожелала. Вор вспоминал, что для реабилитации отношений с европейской властью им предложили очередную акцию. Вы найдете блок лавы, придете к российскому посольству, ну, будете там прыгать, а мы вас поддержим плакатами. Будете там что-то шуметь, может быть, что-то разобьете. Ой, ну, я очень грубо ответил. И вот с этого начались проблемы. Начались проблемы. Либералы, да, нас повесили себе на флаг, потому что им нравилось, что мы делали. На самом деле, мы никогда не были за либералов. Приграничный чешский город Никулов здесь вор, коза и их дети планируют нелегальный переход в Австрию, где им пообещали обследовать их дочку, маму. Все немного волнуются. Легальных документов нет. На пункте пропуска пустые стульчики. Никаких пограничников. Все, граница? Уже в Вене опять разочарование. У него ответа нет, точнее, есть вариант, есть ответ без вариантов. Вот и не угадаешь сразу, за что такие страдания детям этих художников-акционистов из России. Почка мамы может отказать в любую минуту. Я не могу понять, почему они отказывают людям в своем мнении. Я не понимаю, черная метка за что? За наше мнение, за наши политические взгляды. Мы давно уже другие люди. Мы приветствуем очень многие изменения, которые произошли в мире и особенно которые произошли в России. И ту роль, которая начинает играть в России сейчас на мировой арене, нам это просто как бальзам на душу. Это, возможно, теперь у них такие взгляды. Брошенные всеми, забытые, без средств и былой славы. Тут и не такое начнешь говорить. Хороший знакомый вора и козы, писатель Прилепин и жалеет их, и назидает. Мы, конечно же, тут я скрывать не стану, должны даже подходить рационально. Мы должны использовать этот опыт и говорить, вот, ребята, вот смотрите, вот как бывает, когда вдруг вы на шаг отступаете от той линейки, которую для вас там провел этот общий европейский полисмен. Вот если вот вы шаг в сторону, то все, у вас тут же сейчас наручники, и никто не посмотрит, что вы там, ребенок у вас там. В цыганскую коморку вернулись только под утро. Коза придумывает план возвращения в Россию опять в обход кордонов. Идти какими-то лесами, прятаться под снежными, под снегом. Нужно глубже изучать этот вопрос, чтобы говорить об этом. Есть люди, которые так делают. Перед расставанием все же пообещали сначала связаться с российским представительством, чтобы попробовать решить свой вопрос законным путем. Александр Бузалат, Зады и Стифоров, Владислав Мерзаянс, Вести, из Праги. Как говорили еще советские...